МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Стена воды против стены огня". Пожарные отстояли рынок АКОС. Центральной темой очередного выпуска Одинцовской недели стал крупный пожар на строительном рынке, хорошо известном жителям города и окрестностей. Огонь полностью уничтожил один из павильонов, но остальные, благодаря слаженной работе пожарных, не пострадали. Тревожную ночь с 24 на 25 мая корреспонденту нашей газеты пришлось провести на месте происшествия. Неспалая редакция, оперативно выкладывавшая сообщения и видео на интернет-ресурсы Одинцовского информационного центра. Подмосковье присоединяется к Москве. Пока только в сфере образования. Главы регионов Андрей Воробьев и Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Подмосковье системы «Моя школа», хорошо зарекомендовавшей себя в столице. А еще в Подмосковье вводятся с 1 июня дополнительные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Например, земля за 1 рубль и кредиты под 1%. Интересно? Ищите на стойках распространения нашу газету, чтобы узнать подробности. Свои меры поддержки малого бизнеса предлагает и Одинцовский городской округ. Предпринимательский климат у нас признан самым благоприятным в регионе. А прошлые Одинцовской неделей бизнесмены подтверждают, это правда. Поселение Старый Городок в прошлом принадлежало военным. И его состояние в последние годы было, прямо скажем, удручающим. Передача муниципальной собственности позволила постепенно выправить положение. Что нового в Старом Городке, читайте в Одинцовской неделе. День рождения у очень хорошего человека. 65 лет исполнилось Александру Рязанову, директору Государственного историко-литературного музея имени Пушкина, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Я сам уроженец Голицына и хорошо помню, в каком состоянии находилась усадьба до того, как за нее взялись Александр Михайлович и его коллектив. Считаю, что они совершили трудовой и культурный подвиг. Сегодня весь округ гордится превосходным музейным комплексом «Большие веземы Захарова». Наши поздравления и статья к юбилею в качестве подарка от Одинцовской недели. Целый газетный разворот посвящен путешествию делегации нашего округа в город-герой Мурманск, которому в этом году был посвящен очередной этап акции «Салют Победе». Жители холодного заполярного города встретили Одинцовцев с горячим радушием. Их принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Мурманчанам очень понравилось, что военный подвиг жителей этого города помнят и чтят в подмосковном Одинцово. Царский подарок из золотого века Московской Руси. Наша газета рассказывает об уникальном ювелирном изделии из экспозиции Звенигородского историко-архитектурного музея, драгоценной водосвятной чаши, проделавшей замысловатый исторический путь и вновь оказавшейся в Звенигороде. В гостях у подкаста Одинцовского информационного центра «Сами мы не местные» актер, режиссер и продюсер Антон Богданов. Зрители особенно хорошо запомнили его по роли в очень смешном сериале «Реальные пацаны». А он еще и много других ролей сыграл, так что вам понравится интервью с Антоном. К актерской теме обращается в номере и наш обозреватель Георгий Янс, рассказавший об актере поистине великом Олеге Янковском. Ну а колонка происшествий порадовала тем, что полицейским удалось задержать двух воров, снявших с автомобиля жительницы Больших Везем дорогостоящую деталь – катализатор. Для их производства используется платина и стоит изделие солидно – 45 тысяч рублей. Эти и другие новости ищите в Одинцовской неделе. Забрать номер совершенно бесплатно вы можете в наших фирменных стойках. Ну а если не достанется, то можно скачать газету и в интернете. Вот наш сайт.